Друзья, слон – это благородное и очень умное животное. Но вот обладает ли такими же качествами его родственник, чей девиз необычное в обычном, и который всем своим существованием доказывает, что богатый внутренний мир может значить гораздо больше, чем какая-то там внешность. И начнем мы сразу с Ребуса. Как вы думаете, что общего у слона, сурка, осьминога, кролика, ламантина и Испании? Не буду вас мучить, ответ прост. Наш сегодняшний гость. Встречайте объединяющего необъединяемое Дамана – семейство небольших коренастых дровоядных млекопитающих, единственное из ныне живущих в отряде доманов. Другое название доманов – жиряки. Состоит это семейство из пяти видов. Из-за внешней схожести с грызунами один немецкий натуралист в 1780 году сделал ошибочный вывод об их родстве с морскими свинками и отнес доманов к роду грызунов и морских свинок. Но потом ученые расставили все на свои места. Ну а мы продолжим рассматривать этого чуда зверя по кусочкам и начнем с Испании. Причем здесь Испания и Даманы, спросите вы. Возможно они там живут? Нет, в Испании Даманы не обитают. Живут Даманы в Африке и на Ближнем Востоке. В этом-то и суть. В Библии упоминаются такие звери, как шафан, переводившиеся как зайцы. Так вот есть мнение по многим факторам, что речь шла о доманах, которые на Ближнем Востоке были весьма распространены. Это слово с иврита переняли финикийцы, которые, приехав на Пиренейский полуостров, увидели тамошних кроликов и воскликнули «О, шафан!» и обозвали тамошнюю страну, остров Даманов. Тогда им было плевать, что это не остров, а полуостров, и что Даманов там отродясь не водилось. От этого названия пошло латинского Испания. Ну и в дальнейшем так и повелось. Тут сами решайте, можно в эту теорию верить, можно считать ее неправдоподобной. Но звучит она красиво и забавно. Даманы размером примерно с домашнюю кошку. Длина тела от 30 до 60 см. Масса тела от 1,5 до 4,5 кг. В зависимости от того, насколько отожрется жиряк. Даманы – это самостоятельное семейство, состоящее из пяти видов, сродословный, от которой можно просто ахнуть филогенетически, то есть по единому общему предку, от которого происходят группы современных животинок. Даманы ближе всего к хоботным, то есть к слонам, а также к сиренам – это ламантины и дюгони. Кстати, ролик про ламантинов тоже есть. Но родственники слонов они не только генетически. У доманов, например, сохранились милые такие клыки, которые вообще-то резцы, которые на самом деле видоизмененные бивни. Вот такой вот микрослон с бивнями. О конечности доманов – это отдельный разговор. На передних лапках у них четыре пальца, на задних три с внутренним длинным когтем, которым они наводят марафет, прихорашиваются, то есть расчесывают шерсть. Сами лапы устроены, как у копытных и хоботных. Опять привет слонам, с когтями, которые напоминают копытца. На подошвах резиновые подушечки, которые постоянно влажны из-за секреции потовых желез. Как думаете, зачем? Чтобы было удобнее лазать. Лапа сводчатая изнутри и мокрая, работает как присоска. Помните осьминогов? Поэтому по скалам доманы скачут акие горные козлы, в том числе и вниз головой. Питаются они исключительно травой, как любые уважающие себя копытные, и имеют привычку жевать подобно антилопам. Живут доманы колониями. Эти микрослоны очень осторожны, и, подобно европейским сусликам, при виде опасности издают резкий высокий крик, заставляющий всю колонию прятаться в убежище. Помимо всех вышеперечисленных прелестей, теплообмен у них крайне специфический. Ну, еще бы, если все потовые железы на лапах. Поэтому ночью они стучат своими бивнями от холода и избиваются вместе, чтобы согреться. А днем греются на солнышке, как рептилии, подняв лапки кверху. Кстати, предположительно, именно из-за такого теплообмена в организме вымерли большие динозавры, которые не успевали достаточно нагреться днем и замерзали холодными ледниковыми ночами. Отсюда вывод — доман — это выживший динозавр. Ну и о главном, ибо без этого процесса уж точно никак не выжить. Доманы любят друг друга круглый год. Было бы желание, а это самое желание выражается у самцов в том, что у них срабатывает секрет очень большой мускусной железы на спине, которая и приманивает самочек. По идее, у этой железы должны быть и другие функции. Но пока ученые ничего не нашли, кроме того, что в момент опасности шерсть на ней у доманов встает дыбом. Хорошее применение, конечно, но чем больше загадок, тем обезьяноподобные ученые умнее. Беременность доманихи длится довольно долго для такого маленького доисторического создания — целых семь месяцев. Самочка приносит одного, трех, иногда до шести детенышей один раз в год. Детеныши рождаются хорошо развитыми, с открытыми глазами и почти сразу способны быстро бегать. А через две недели они начинают питаться растительным кормом. Ну и напоследок минутка интересных фактов, как будто до этого их мало было. Мясо доманов не кошерно. Вкусно, но не кошерно, поскольку копытца у этих недосурков не раздвоены. Так что в следующий раз, когда увидите невзрачную зверушку, то ею вполне может оказаться не кошерный копытный, похожий на морскую свинку, родственник слона, родом из Испании. Так как вы думаете, кто такой все-таки этот доман? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку-росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планет. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.